медицина это одна из удивительнейших наук в истории человечества археологи утверждают что даже неандертальцы десятки тысяч лет назад пытались лечить друг друга от болезней и травм а сегодня мы в гораздо более уютной обстановке в кофеоне на большой ордынке 16.2 попробуем пройти многовековой путь медицины с врачом алексеем водовозовым алексей здравствуйте очень рад вас видеть всех приветствую медицина наука очень древняя да очень почетная и всегда была какой-то вот областью которой занимаются такие особенные специальные люди сегодня в двадцать первом веке можно ли сказать что врач по-прежнему это призвание или врачи превратились вот вот в обычных трудяк ну надеюсь что не превратились все таки наука это она стала относительно недавно когда у нас появился статистический аппарат когда у нас появились прочие понимание того как мы в принципе можем все это изучать если мы отмотаем эту ленту истории назад туда хотим хотя бы в античность что у нас получится что это искусство и даже когда гиппократ об этом говорил он применял слово тэкне то есть техники которые мы используем при помощи рук ну скульптура например медицина туда и получается что да должна быть некая предрасположенность к этому я конечно понимаю что медицина на сегодня это довольно большая область там есть разные специалисты есть даже медицинские юристы отдельные есть медицинские этики есть специалисты по медицинской робототехники и прочее ну да вот для них наверное каких-то особых требований не нужно медицинских именно они должны хорошо делать именно свою работу то есть в хорошем смысле быть ремесленником врач до сих пор это все таки профессии в основном творческая я бы так сказал потому что все что касается вот диагностического поиска это все еще ну что-то вроде работы шелка холмс нам нужно понять кто напал на пациента и потом да вот потом уже более такая ремесленная работа мы подбираем схемы лечения мы смотрим как пациент на это реагирует и мы что-то там корректируем но вот первая часть да и еще один очень важный момент мы общаемся с пациентом и конечно тут нужно уметь и не то что это обычная работа с людьми ну как парикмахерская например или в магазине к нам все-таки приходят люди с проблемами этот человек болен так или иначе и его состояние соматическое она отражается и на психике соответственно он может прийти либо раздраженным либо злым либо например у него все болит ему все плохо тут еще врач сидит его раздражает заодно и вот с такими пациентами очень конечно непросто работать то есть тоже нужно уметь искать и находить эти подходы и плюс конечно не разочаровываться самое главное потому что неоднократно приходилось но я в прошлом военный врач и были такие пациенты с большими погонами что называется они говорили так что вот ну я им говорил что нужно бросить пить например они так доктор давай мы каждый будет делать свое дело мое дело пить твое дело меня лечить вот и вот действительно находить подходы к таким пациентам объяснять им что соблюдать режим это вот прям жизненно необходимый жизненно важно это в общем сложно то есть это и подходы нужно находить и слова и аргументы и самому при этом оставаться не только врачом к еще и человеком что очень сложно вот вы как военный врач я правильно понимаю что в принципе на самом деле зарождение самой медицины она напрямую связана с какими-то конфликтными ситуациями в жизни человека да то есть там упал где-то поломал ногу руку голову разбили и вот собственно история о том что неандертальцы даже вот такие вот примитивные люди они занимались медициной это на самом деле соответствует действительности ну опять же что мы понимаем под медициной то есть некую заботу о своих соплеменниках они действительно проявляли были но я не скажу что врачи это все-таки были такие шаманы колдуны или как-то можно назвать по-своему они тоже пользовались естественно и различными растительными снадобьями не только для того чтобы изменять создание и общаться с духами при этом но и в том числе чтобы попытаться как-то ну по возможности помочь своим соплеменникам и это были эмпирические знания то есть этот очень важный момент их нужно было передавать из уст в уста в поколениях получается так и она оставалась долго долгое время сакрально то есть а бы кому не давали либо это в роду передавалась но либо там еще какого-то ученика брали одного и вот с ним делились почему это было очень важно например в лесу очень много растений и опять же накопленная информация могла не только помочь выздороветь в некоторых ситуациях но могла помочь и избавиться от не сильно нужного человека на радугу уехать на то есть это не всякому можно было такие знания доверить как вы понимаете и как только у нас появляются первые письменные источника это шумерские таблички там сразу готовые рецепты то есть не то что вот может быть вот так а может быть вот так а прям прописью мы вот то 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 берем вот так то так готовим при таких-то ситуациях используем все все что дальше было во всей письменности там уже были именно готовые подходы готовые рецепты описание операций кстати в папирусе смита как раз уже есть описание оперативных вмешательств при травмах вот о чем мы говорили да действительно это знание которые передавались в поколениях в итоге оказались записаны хирургии чуть позже да там есть вопросы которые меня очень сильно волнуют а ну насколько вот эффективно была медицина у древних людей то есть вот я читал что у неандертальцев какие-то высверленные зубы находили да то есть как будто кариес удаляли лишь на счет высверленных зубов не скажу вот что было точно то есть что находят это восстановленные кости после переломов но это логично то есть их как-то ну логично не логично но нужно примерно представлять я понимаю что дожили те кому правильно эти кости совместили остальные в общем могли не дожить они прям сильно заморачивали чтобы их прямо правильно в общем да вот по крайней мере те скелеты которые приходилось видеть они прям действительно хорошо связаны эти кости и срослось так как надо не без ложного сустава без каких-то проблем то есть человек реально мог ходить и опираться дальше на эту конечно это значит что он где-то с месяцок как минимум провалял да то есть за ними ухаживали это важно да и это же подтверждается другими находками когда на стоянках находят челюсти с полностью стертым альвеолярным отростком то есть там практически не остается зубов что это означает что там были люди пожилые дедушка кашку ел да и ему жевали эту кашу можно так сказать или там я не знаю мамонта сувид делали предположим и ему действительно это было очень легко есть и вот именно с этого момента считается что некие медицинские знания они действительно зародились и вот до сих пор мы ими пользуемся но из того что в древнем мире вытворяли да с человеческим телом наиболее интересные культуры древнего египта до мезоамерики древние египетских захоронениях находят даже мосты зубные очень интересные протезы пальцев кстати очень хорошие да национальные и соответственно вот эта история с трепанациями черепа что у американских индийцев что у египтян и плюс еще про пластические операции когда пересаживали кожу с ягодиц на нос по моему да от стейки ну вот с этим сложно сказать потому что вы понимаете о пластической хирургии мы можем только поверхностно судить по каким-то рисункам по сохранившимся потому что но документов таких вот подлинных у нас нет и по скелетам мы тоже этого не скажем а вот о трепанации мы точно можем сказать что было несколько интересных ну я бы сказал достижений потому что мы можем понять жил человек потом или нет причем подходы различались в мезоамерике например они использовали в основном квадратный способ доступа то есть такой выдалбливали квадрат и соответственно мы либо снимали давление повышенное либо еще что-то сегодня же трепанация в общем тоже используется и не только как диагностическое не только как доступ но и в том числе да действительно при тех же травмах при прочих ситуациях и в том же египте например подход был немножко другой греки попозже уже примут во времена гиппократа они пользовались фактически современными пилами почти то есть она такая корона образная была и доступ был действительно почти современный причем у того же гиппократа описано что это применялось например при головных болях при судорогах при различных вещах ну да тут нужно понимать что были не только современные показания да то есть травма или еще что-то в вроде но например было указано что если травма если открытая чепно-мозговая травма нужно вот тот давящий фрагмент убрать это уже во времена гиппократа прямо прописано было получается так и если мы посмотрим те же мезоамериканские истории то специалисты рассказывают о том что найдены были даже золотые или серебряные пластины которыми потом закрывали дефекты и как мы узнали эти люди выжили или нет там прошла регенерация да то есть они не то что вырастали а шла регенерация по краям мы можем сказать жил человек после этого вмешательства или нет так вот жили причем некоторые довольно долго поэтому я понимаю что это была чистая эмпирика и было много не выживших это само собой но вот те знания которые накапливались они позволяли людям действительно проводить причем ну я не скажу что это достоверно установлено но есть предположение что те же мезоамериканские индейцы могли пользоваться анестетиками общими вот они могли использовать психоактивные вещества которые могли погружать человека в медикаментозный сон и мало того опять же я могу сказать что у них есть растение с расслабляющим эффектом то есть человека если мы примерно подберем дозу а это в принципе реально мы можем сделать так чтобы он не дергался и не мешался во время операции об молоточком по голове ну нет это рауш наркоз называется это все-таки не молоточком а должна быть деревянная киянка и здесь как вы понимаете иногда даже вред от такого наркоза будет гораздо больше тем от последующего вмешательства как человек в прошлом имеющий опыт хирургии вот у меня всегда возникал один фундаментальный вопрос который наверное у гуманитария в голову не придет но как они обеспечивали стерильность то есть если сейчас просто даже наверное в условиях хирургической палаты не стерильным скальпелем полоснуть человека по черепу да что-то ему там сделать просверлить явно не самым чистым инструментом то он на радугу отъедет очень быстро до от инфекции какой-то сопутствующей а как они его там голову долбили пилой резали они не знали что это может за собой повлечь вот такие последствия поэтому это же были какие времена когда врач был ну то есть сначала боги потом врач а потом сразу человек то есть вот такое промежуточное звено это сегодня ситуация сильно изменилась а тогда если что-то не получилось но извините так было угодно либо богам либо потом одному богу или еще что-то в этом роде то есть к этому относились гораздо проще да если врач смог помочь он молодец если не смог ну так получилось ну хорошо давайте просто экстраполируем на сегодняшний день если мы возьмем получится не условно если мы возьмем 100 пациентов сделаем трепанацию черепа ржавой пилой посреди а почему ржавый я сказал что ржавый ну а понятие металлических инструментов тут нужно понимать из чего не были изготовлены бронзовые она не ржавела но я условно не а вот 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 понимаете как нет а здесь все-таки их мыли их все-таки как-то чистили и мы на сегодня довольно неплохо представляем например древнеримскую медицину да и в том числе военно-полевую вот чем они стерилизовали мыли 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 то есть не было естественно такого понимания но то что нужно помыть это было ясно то есть от крови нужно отмыть и мы таким образом убираем субстрат для размножения бактерий конечно он не будет полностью стерилен но он будет достаточно чист для того чтобы и можно было пользоваться дальше так вот да действительно мы очень неплохо знаем именно древнеримскую медицину почему в геркулануме и в помпеях сохранились прям огромные наборы а инструментов и сегодня их извлекают изучают и вот на форуме ученых против мифов которые регулярно проходят была даже специальная реконструкция показывали как конкретно и что именно теми или иными инструментами делали что интересно многие из них они выглядят почти так как современные а предназначение некоторых мы до сих пор не знаем мы можем только предположить что наверное вот этот крючок для извлечения стрел а может быть нет то есть у них была очень развита в этом смысле медицина и если говорить о заболеваниях я вот специально сделал одну выписку чтобы не переврать и правильно процитировать если что это значит марк теренций ворон организатор медицинской службы я бы так сказал современной точки зрения он жил со 116 года до нашей эры и до двадцать седьмого года до нашей эры то есть это прям сильно до того он описывает как строится военный госпиталь валетудинарию назывался при строительстве следует особенно позаботиться о том чтобы разместить его у подножия лесистого холма где он будет подвергаться воздействию целебных ветров следует соблюдать осторожность если по соседству есть болота потому что там размножаются некоторые крошечные существа которые нельзя увидеть глазом а ничего они летают по воздуху попадают в тело через рот и нос и вызывают серьезные заболевания то есть понятие о микробах уже более двух тысяч лет назад ну то есть предполагали что что-то такое есть они же в общем не самые глупые люди были и эмпирические знания а все-таки можно было переводить на практику и да действительно ну был такой древнегреческий врач эмпидокл он еще до гиппократа был странная такая личность судя по описаниям он считал себя богом ну так немало не ну всего-навсего да носил серебряные сандалии по этому поводу считалось прям таким ничего себе нарушение нельзя было носить серебряные то есть неплохо зарабатывал между прочим очень хорошо зарабатывал но что он сделал например свой город спас от малярии каким образом вот исходя из таких соображений малярия в переводе дословно плохой воздух да и его город он был отгорожен от побережья скалой а то есть застой воздуха был рядом болото соответственно вот эти все комары прекрасные и малярии в городе очень плохо очень много что он сказал а давайте мы пробьем тоннель скале пробили ветер появился все это стало туда вытягивать убирать изменился климат подсохло болото малярии стало меньше поэтому серебряные сандалии он заслужил по моему вот это солидный приз я так скажу серебряные сандалии наверное в наше время не каждый врач себе может по дорогие друзья мы наблюдаем что очень много людей смотрит наши видео вам это интересно мы выбираем интереснейших спикеров но большинство смотрит без подписки мы будем вам очень благодарны если вы не просто посмотрите а еще и подпишитесь ну и если поставить лайк сделайте репост мы вообще будем плакать от счастья большое спасибо а вот тот самый гиппократ клятва которого является первым да что ассоциируется с врачом уже вроде как такая полу мифическая личность все-таки он был или это какой-то собирательный образ ну скажем так у нас есть основания считать что все-таки он был это был реальный человек другой вопрос что эти гиппократов было довольно много это был целый рот причем опять же они не особо заморачивались и говорили что свой рот они вернут прям от асклепия то есть от бога врачевания и они себя называли асклепиады соответственно там этих гиппократов было я боюсь ошибиться то ли шесть то ли 7 в этом роду а вот тот о котором мы чаще всего говорим это гиппократ второй великий скорее всего он был потому что есть и документальные свидетельства хотел сказать что сохранились фотографии но в общем нет но да некоторые изображения все-таки есть известно касская школа и сохранились развалины асклепиона то есть это храм и школа одновременно куда людей люди приходили лечиться в том числе и там же проходили и обучение в том числе будущие медики опять же про эти школы разные рассказывают что они между собой враждовали как под как положено нормальным кассетрам то есть от нее ненавидят других и вплоть до того что доходило до поджогов и прочих вещей то есть вот даже так такая конкуренция была и то что сейчас сейчас если дать волю будет то же самое смотрите когда мы говорим о трудах гиппократа то четко атрибутированно не так много что вот прям напрямую с ним связан а та же клятва она в общем это не совсем клятва гиппократа точнее так не его клятва точно это скорее клятва юно гиппократидов то есть врачей которые пойдут по его пути и и по сути это декларация то есть как мы будем действовать и вот кстати если говорить про хирургии то там есть великолепная строчка она мне очень нравится я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью предоставив это людям занимающимся этим делом то есть уже тогда хирурги были отдельно и надо сказать что очень долгое время они не считались врачами а в британии до сих пор идут споры можно ли перед фамилией хирурга упоминать доктор это просто невероятными вот эти вот истории они мне очень нравится конечно опять же они уходят глубоко в историю именно потому что хирурги родились то из шелотанов так то но имеется виду из тех шелотанов которые настоящие они современные то есть такие разъезжие амбулаторные хирурги как бы мы сейчас сказали они ходили по ярмаркам по городским предлагали свои услуги чаще всего показывали какие-то представления еще и одновременно удаляли зубы вскрывали какие-то нарывы то есть такую вот простейшую амбулаторную хирургию оказывали и здесь очень интересная история происхождения слова цирюльник вот у нас вот такую помощь оказывали цирюльники так вот цирюльник это из в европе так был да 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 совершенно верно так вот откуда взялись цирюльники если мы возьмем латинское слово хирург потом пропустим его через польский язык и заимствуем в русский получится цирюль в чистом виде то есть это хирург и там действительно очень много было интересных подразделов этих шелотанов и изначально в общем ничего плохого в этом не на самом деле да конечно они не получали академического образования вот что самое главное то есть какое какая претензия основная к ним было что доктор это тот кто учился в университете и да действительно ну сначала в италии у нас появились университеты потом уже по всей европе стали появляться и доктора которые заканчивали именно университет они в основном лечили какими-то травмами какие-то минералы какие-то другие лекарства то есть они не практиковали до гомеопатии еще нужно было дожить это конец восемнадцатого века до этого времени пользовались ну строго говоря такими же в точь подходами наверное такую довольно крупную революцию совершил процесс у нас но поскольку мы там еще будем обсуждать вехи медицины мы обязательно к этому товарищу вернемся вот можно да конечно хочу процитировать тоже вот эту я ни в коем случае не буду делать сечение у страдающих каменной болезнью это что за сечение надо делать у страдающих каменной болезнью ну самое обычное вы же понимаете что камни у людей бывают в разных очках или в мочевом пузыре вот ну может это вполне может стать ну почти почти как вы понимаете это не про камни в желчном пузыре естественно это про то что будет пытаться выбраться естественным путем из мочевыводящих путей вот там мы это сможем достать А можно подробнее? Хотя мне явно не хочется слушать ответ на этот вопрос. Ну, как вы понимаете, он не просто так отказывался это делать, потому что это действительно было невероятно опасно. И для врача это было чревато потерей репутации, вы же понимаете. Поэтому вот всякий вот этот вот крот. Сейчас меня в первую очередь волнует судьба пациента. А тогда она мало кого волновала. Это важно понимать. То есть это прям разрезать половые органы? Ну, а почему нет? Ну, либо есть специальные, как вы понимаете, такие крючки, которые туда вводятся, и мы можем действительно вытащить этот камень. Ну, или чуть-чуть ему помочь. Ну, подождите. Тут речь идет, понимаете, как... Тогда люди совсем жесткие. Речь идет о спасении человека. Вот что важно. И здесь уже все подходы любые. Или там работающие, или не работающие, или может быть работающие. Тогда вопросов не возникало. Резать. Господи, как хорошо, что... В 21 веке. Что бы ни говорили о медицине, слава богу. Когда начинаешь изучать историю, медицина понимает, что мы живем великолепно. В этом смысле. Да, ну вот, собственно, о поворотных историях, да, в истории медицины. Мы знаем имена Парацельс, Гиппократ, Абу-Иббансина, тот же Авиценна, да. Вот, вообще, как медицина трансформировалась с эпохами? Ну, она довольно сильно, конечно, изменялась, но ее можно разделить по-разному, да. То есть есть разные подходы. Можно разделить, скажем, донаучный период и научный период. А научный — это последние лет 200, да? Ну, если узко брать, а если пошире, то можно прямо где-то с Гиппократа и начинать. Потому что все-таки тогда начали уже систематизировать знания, начали делать зарисовки, начали делать вскрытия. То есть мы понимали, из чего состоит человек. И действительно, некоторые подходы мы, в общем, до сих пор и используем. И вот эти знания, которые там были, они же проверялись потом уже в течение столетий и закреплялись те, которые оказались истинными. Можно еще разделить, например, условно, на 20-й век и все остальное. Потому что все, что произошло с медициной в 20-м веке, это вот даже больше, чем за все предыдущее время. Именно в 20-м веке мы получили абсолютно все инструменты, которые только можно на сегодня придумать. И для диагностики... Ну, ладно, рентген не считаем. Я так понимаю, что как раз именно проникновение внутрь организма без его калечения, да? Это рубеж 19-го и 20-го века. Это, соответственно, рентгеновские лучи. Но вот все остальное, и ультразвук, и магниторезонансный томограф, и компьютерный томограф, и прочее, 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 и в том числе средства для искусственной вентиляции легких, чтобы человек во время наркоза не умер, а такое, к сожалению, встречалось, и прочее, прочее. Это все 20-й век. Ну, можно еще сказать, что да, в 19-м очень много мы чего открыли, потому что мы разобрались, что существуют микробы, мы разобрались, что, оказывается, вакцины работают. Это было, понятно, еще в 18-м веке. Но к 19-м уже окончательно разобрались. Сейчас просто предвижу. Неважно. 5G уже было в 19-м? В 19-м нет, еще было только 1G. Это же 19-й век, вы понимаете. А жидкие чипы, которыми вакцины? Жидкие чипы, это еще... Мы до них еще должны дожить, и мы пока что до них не добрались. Так вот, если мы возьмем... Да, действительно, 19-й, наверное, такая существенная часть, действительно, но 20-й прям вот все, весь арсенал современной медицины мы получили в 20-м веке. Если посмотреть по каким-то другим подходам, ну да, наверное, что вот там-то изобрели наркоз, например, ну, условно говоря, да, середина 19-го века донтисты придумали наркоз. И изначально это была такая даже шутка. То есть это было шоу. По тем же Соединенным Штатам Америки, например, разъезжали люди и предлагали, а вот, пожалуйста, вот такая же в то же аудитория, кому-нибудь сейчас мы вот так раз налицо эфирную масочку и смотрим, как все прекрасно с ним происходит. Да вот так это и было. Пока за это не взялись военные медики. И вот как раз гражданская война в Соединенных Штатах плюс Крымская война у нас. И мы в итоге получили применение наркоза в полевых условиях. То есть хирургия. Мы поняли, что ох, ничего себе. Практически вся хирургия здесь возможна. А почему это стало так важно? А просто потому, что перед этим хирургам приходилось соревноваться в скорости. Чтобы была минимальная кровопотеря, чтобы человек как бы не был настолько травмирован всем происходящим. Потому что, ну, это же больно все-таки. И ампутация бедра проводилась за 40 секунд. Да. Пилой поживой. Это просто невероятно. Это как раз во французской армии. И, кстати, да, показывали. В рот. На ученых против мифов была прям целая реконструкция, когда отпиливали руку. Ну, правда, это была не совсем рука. Это был муляж. Это был муляж. Но показывали именно тактику. То есть как конкретно действовал военно-полевой хирург. И вот появление наркоза, оно позволило хирургу, во-первых, подольше посмотреть на операционное поле. А это же важно. Ну да. Потому что мы должны разобраться, что там произошло. Опять же, мы как еще можем разделить ту же военную медицину. Это холодное оружие и огнестрельное оружие. Это абсолютно разные раны. И подходы к ним, опять же, абсолютно разные. И прочие вещи. Ну, долгое время, например, их нужно было прижигать и поливать кипящим маслом. А насколько это вообще осмысленно? Это же ужасно. Вы не понимаете. Это было мнение кафедры. То, что называется. Так было положено. Так было принято. Еще со времен вот этих холодного оружия и прочих вещей. А здесь мы видим большой дефект. Да, действительно большое кровотечение. Как мы можем остановить? Ну, чисто теоретически, вот эта вот кауторизация, она, в общем, и сегодня применяется в той же ране, например. Но это не масло. Но не кипящее масло, да. И слава богу, что у Амброва Запаре однажды оно просто кончилось. И он с ужасом для себя увидел, что подождите, вот этих людей я не поливал маслом, а у них раны заживают быстрее и выглядят лучше. Так, может, не надо больше этого делать? И с того времени военная медицина перестала пользоваться раскаленным маслом. С одной стороны. А с другой стороны, вы же понимаете, далеко не все открытия, они сразу находили свое признание. И таких историй, в общем, много. Ну, той же Джеймс Линд, например. Это середина 18 века. Судовой врач британского флота. А тогда, как вы понимаете, свирествовала цинга. Любое длительное путешествие, либо вокруг света, либо где-то в его пределах, получалось, что через некоторое время у людей начинали выпадать зубы, течь кровь и прочее, прочее. То есть вот это все очень плохо заканчивалось. А витаминоз? А витаминоз по витамину С, да. Что с этим делать, тогда не знали. Было много предположений, и некоторые гипотезы были прям очень интересные. Например, это от безделья. Поэтому на флоте появилась традиция в том числе. Ну, и поэтому, это одно из предположений, что матрос должен быть всегда занят. Чем-нибудь, хоть приборкой, неважно. Лишь бы не сидел на месте. Одна из гипотез, которая тогда присутствовала, такая довольно мощная, это гниение. То есть нечто запускало процесс гниения. Что конкретно непонятно. Ну, вот что-то запускает. И Линд исходил из этого. То есть он не знал, что существуют витамины. До открытия их еще было, ого, сколько? Мы в 20 веке их откроем. Линд, по сути, говорят, что он был одним из предтечек доказательной медицины. Он провел сравнительные исследования. Он не знал механизма, но он предположил, что вот, смотрите, раз гниение, значит, мы возьмем вещества, которые работают против гниения. То есть кислота, например. И там был и уксус в том числе, там был в том числе лимон, потому что там есть кислоты. Был медный купорос, он хорошо работает против гниения. Была контрольная группа пинта морской воды. Была ячменная вода. А, даже еще и контрольная группа? Да, да. Вот, вот, понимаете? То есть у него мозг был устроен правильно. По-современному, я бы так сказал. И когда вот эти все шесть групп, они всего по два человека были. То есть маленькие, выборка маленькая. Но он четко увидел, что там, где давали лимон и апельсин, эти матросы очень быстро встали на ноги. И даже стали ему помогать ухаживать за остальными. Из чего он сделал правильный вывод. По идее, он не знал, что произошло. Но он нашел способ. Он увидел клинический эффект. Так вот, вы что думаете? Это сразу стало применяться? На это ушло примерно 50 лет. Ну, таких историй же не одна. Их очень много. Их очень много. Их много. Кстати, насчет цинги. Я вот где-то слышал, что проблему цинги решил ром, в котором много витамина С. Нет. Может быть, он помогал ее не замечать. Да? Я бы так сказал. Нет. Были же, вы понимаете, что, наверное, не совсем так, а скорее какой-нибудь крок. Вот, либо мы каким-то ромом могли разводить лимонный сок, например. То есть, да, вот как вариант. Понятно, что в роме витамина С нет. Там этанол в основном. Ну, и прочие вещи. Нет, нет, нет. И имеется в виду именно, что могли этот самый сок разводить. Почему? Лимонный сок бродил. И когда его брали в длительное путешествие, даже в Арктику, это не помогало. Он все равно начинал бродить, портился. И, в общем, его нельзя было использовать. Поэтому, изощряясь по-всякому, еще раз, не сразу на это перешли. Ну, вообще, моя любимая история из медицинской истории, это когда, по-моему, то ли деда, то ли отца Ивана Грозного лечили от туберкулеза, поджигая на коже труд. В итоге он умер от заражения крови, но от туберкулеза-то он не умер. Не умер. Лекарство сработало. Значит, лечили правильно. Мне кажется, это гениально. Ну, естественно, наверное, самое такое вот на слуху, самое известное любому обывателю и самое страшное – это пандемия чумы, которые раз за разом захлестывали человечество и уничтожили огромную его часть. Я читал книгу Даниэля Дефот «Дневник чумного города». Потрясающая книга, да, и очень интересно, кстати, экстраполировать на историю с коронавирусом, когда вот абсолютно бытовая жизнь. Один в один. Вот там где-то умирают, где-то вот эти кресты рисуют, кто-то вывозит. А вот люди живут, да, и это вроде не так жутко все. Хотя жутко, да, но не настолько жутко, как кажется по учебнику истории. И тем не менее, вообще с чумой хоть как-то эффективно могли бороться до появления нормальной современной медицины? Ну, в принципе, это произошло во время второй пандемии чумы, которая в середине XIV века началась с черной смерти. Что здесь придумали? То есть лечить нет. Да, вот только протилактики. Никак, да. И опять же, для чего существовали те же чумные доктора? Говорили, подождите, они же, наверное, лечили? Нет. Они в основном вели учет. Это одно из первых их было заданий. То есть находить, в том числе считать, кто умер. Определять выживших, их куда-то перенаправлять. То есть вот такая была организационная работа. А вот эта история с прижиганием бубон? Ну, опять же, здесь не очень понятно, насколько это было в ходу, что называется. Потому что кто-то говорил, что да, нужно вскрывать, например, бубоны. Кто-то говорит, прижигать, кто-то еще. То есть подходы разные. И я бы не сказал, что это прям такая методика лечения. Это скорее палеотив. То есть да, мы вскрыли этот гнойник, но если этих бубонов десяток, их все нужно вскрывать. По сути, это действительно переработаны в гной лимфатические узлы. Все. Да, мало приятного. Всем приятно. Поэтому все, что сделали, в том числе, кстати, и чумные доктора, это профилактика. Что интересно, когда мы смотрим на костюм чумного доктора, на правильную реконструкцию, так как нарисовал Шарль де Лорм, он как раз одним из чумных докторов был, то вся одежда направлена на то, чтобы туда не проникали миазмы. Да. То есть вроде бы ошибочное представление, некий... Тем не менее эффективно. А прекрасно срабатывало против блох. Они действительно вот в этом костюме путались, не могли по нему залезать и, соответственно, не могли прокусить кожу, передать дальше вот это заболевание человеку. С одной стороны. С другой стороны, он не мог заразиться легочной чумой. У него этот клюв был забит просто как фильтр различными травами. И вот этот неправильный подход, опять же, как с линтом. Подход-то неправильный, но находка-то, правильная, и выводы были сделаны правильные. Если мы так делаем, чумы нет. Все, значит, мы этим пользуемся. Ну и, конечно, основное, что появилось, это карантин. Ага. Ну, правда, он сначала был не карантин, а трентин, то есть 30 дней. Да. Это очень интересная история, потому что как раз во время Черной смерти порты уже поняли, что корабли могут завозить. И поэтому первый – это современный хорватский Дубровник. Город. У него есть до сих пор вот этот сохранившийся старый порт, очень красивый, можно поискать фотографии. И вот там придумали на 30 дней выставлять корабль на рейде, и можно было только сходить на необитаемые острова там вот за городом. Что и делали. Почему 30 дней? Опять же, эмпирика. Получается, что весь цикл бубонной чумы, нелегочной, занимает где-то 35-36 дней. То есть если кто-нибудь на корабле зараженный, он за эти 36 дней проявится. Ну, поэтому были 30 сначала. А вот потом венецианский сенат сказал «нет, 40». И вот «кварантены» – это как раз на венецианском уже наречии 40 дней. И это стало таким своеобразным уже стандартом. 40 дней. За это время, причем, да, видите, опять же, эмпирическая находка, но абсолютно правильно. То есть корабль встал на рейд, он вывесил желтый флаг, и все, мы все знаем, что вот давайте мы будем за ним смотреть, что с ним произойдет. Если через 40 дней там все хорошо, прекрасно, завозим корабль, разгружаем грузы, все хорошо, все прекрасно, там нет заболевших. Но... Еще интересная технология была, я видел на картинах, когда на швартовых кораблей эти диски такие огромные, чтобы крыса не могла ни туда, ни обратно пролезть. Да, то, что это связано с крысами, поняли довольно быстро, а вот то, что с блохами, нет. Это выяснилось только уже ближе к 20 веку. И, опять же, но все, что делали, оно было направлено на разрыв цепочки между человеком и крысой. Соответственно, через блох. Но, в принципе, тоже правильно. В принципе, правильно, да. И поэтому очень быстро появились чумные заставы, карантинные заставы, прочие вещи. И когда мы пришли уже к московской чуме, например, мир, причем это все вот здесь происходило. Которое не было. У нас все мылись в банях, и чего-то не было. Это только грязных европейцев. Нет, нет, нет. Это было и у нас. Вот здесь. Мы сейчас здесь сидим, там, где был очаг. Потому что один очаг был в нынешнем главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. И теперь там сохранилось только главное здание. Потому что все остальное сожгли на всякий случай. А второй был здесь, в Замоскворечье. Суконные ряды. Здесь были фабрики, мануфактуры, прошу прощения. Здесь склады были, рабочие. И вот вторая мощная вспышка была уже здесь. И в 71-м году вот эта вся проблема, она как раз здесь и выросла. И в итоге вылилась в чумной бунт, естественно. И как с этим справились в итоге? Ну, я понимаю, да, что пришел Григорий Орлов с ограниченным контингентом из четырех лейб-гвардейских полков и с читом на бесконечные деньги, что очень важно. Почему? Потому что он стал все вот эти карантинные мероприятия людей стимулировать финансово. Ничего не напоминает. Да, ничего не напоминает. Очень похоже. Смотрите, что было. Во-первых, в чем была проблема? Чумных больных прятали. И, соответственно, заражалась вся семья. Дальше его вещи распродавали. Ну, не пропадать же добру. И то же самое. Блохи передавались. Человек следующий в цепочке заболевал. Либо, например, этот труп, уже образовавшийся, его ночью выкидывали на улицу или, не дай бог, в колодец. Вот это все, как вы понимаете, мягко говоря, да, на эпидобстановку очень плохо влияло. Поэтому первое, что сделал Орлов, естественно, он ввел, во-первых, наказание за вот это все, причем довольно жесткое. Там вплоть до смертной казни. Особенно за мародерство, кстати. И ввел поощрения денежные за то, что про это рассказывали. То есть вот такие-то люди укрывают чумного больного. А вот эти продают вещи. А вот эти то-то сделали и прочее. Причем там такой ценник был, что можно было очень неслабо прибраться. Если сдать хотя бы десяток сосей. Так вот. И это, конечно, не главное. Хотя люди, естественно, увлеченно начали этим заниматься, как вы понимаете. Это прям любимая история. То, Зла Павровна. Да. Сотни лет прошло. Медицина развилась. Люди в 21 веке. Интернет. Все такое. Но когда началась корона, вот абсолютно такое же пофигистичное отношение. Мне скрыть болезнь. Маска мне не нужна. То есть я вот просто ржал в полный голос. Потому что один в один все, что происходило тогда. Я вам открою тайну. У меня вот супруга очень любит всякие зомби-хорроры, апокалипсисы. И я всегда, ну, как человек, который занимался эпизоотиями, да, я так свысока. Да ты понимаешь, ну невозможно. Вот будет зомби-вирус. Там быстро всех посадят на карантин, изолируют. Зомби всех отстрелят. А дальше болезни будут. В 20-м году я понял, что я жестоко ошибался. Такого не будет. Так вот, смотрите, как Орлов справился с этим делом. То есть это, конечно, да, это было одно из... Но самое главное, что стали оплачивать добровольный приход на изоляцию. То есть изоляцию стали оплачивать. Причем очень хорошими деньгами. И люди, в общем, потянулись, что называется, и набрали команды специальные из заключенных. Им предлагали помилование в обмен на то, что они будут очищать московские улицы от трупов. И одна из версий, именно поэтому они назывались сволочи. Они сволакивали трупы и брали их не самых лучших людей. И вот такая коннотация. Я не утверждаю, что так было, но это одна из красивых версий. Так вот, справились именно так. То есть оргмероприятиями. Лечить было нечем особенно. Но если мы отделяем заболевших, если мы их содержим на карантине, если мы не позволяем им контактировать со здоровыми людьми, то, в общем, все достижимо. И, в общем, это было действительно показано. В 1972 году с московской чумой справились. Ну, а вообще чума, она действительно настолько чудовищна. Ну, понятно, что люди погибают. Ну, уровень заражаемости. У любого инфекционного агента есть определенный уровень. То есть человек может и не заболеть при контакте с ним. Может, может. Но чума тем коварна. Она в ходе своей, ну, не эволюции, конечно, но эволюции, да, эволюции возбудителя, имеется в виду. Там появилась очень интересная система, когда существует природный очаг, и она, эта инфекция, может оттуда периодически выскакивать. Если мы ее задавим, она вернется в очаг, и мы ничего не сделаем. Ну, мы не станем же уничтожать живой мир, правильно? Ну, да. Но они же до сих пор существуют. Тех же боебаков, да, пожалуйста. Боебаков просто немерено. И в той же Астраханской области у нас, и туда ближе к границе с Китаем и прочее. У нас есть очаги по всему миру, и мы их не сможем уничтожить. Там живут определенные живые организмы. И это как бы такой инкубатор для чумы. Если у нас современные методы позволяют все-таки так более-менее сдерживать, то методы более раннего, скажем так, периода, они этого не позволяли. Мы не знали, что так есть. И поэтому что происходило? Да, вот оно из очага перескочило, скажем, на крыс с блохами. Потом блохи передали это человеку. Инфекция развилась в человеке, у него развилась пневмония, и он стал уже прямым источником легочной чумы, то есть небубонной. И если бубонная чума... А это стопроцентная чума? Это, давайте так, бубонная чума, это летальность примерно 30% и 36 дней на все. А если мы говорим о легочной чуме, летальность примерно 70%, а весь период 7-8 дней. Очень быстро. И поэтому оно просто вот как пожар, он вспыхнул и побежал по всем. И передача очень высокая была, портовые города в той же Европе вымирали там под 90% населения. А вообще ушла где-то треть, по-моему, треть населения Европы тогдашней. Ну, зато я не ручаюсь за это, смотрел такой специальный документальный фильм про чуму, где рассказывали о том, что в Европе высокая частота мутации генной резистентности к чуме, и она одновременно дает резистентность к ВИЧ. Да, есть такое. И действительно, в европейской популяции примерно в 10 раз реже встречается ВИЧ. Ну, а если сегодня с высоты нашего прекрасного опыта всех возможностей науки посмотреть на какие-то древние работы и методики врачей прошлого, можно ли там найти что-то современное, то есть не просто киянкой дал по голове траву, засунул в нос и иди дальше, а вот прям методы, которые действительно работали. Я имею в виду лекарственные. Современные лекарства все-таки это продукты химической промышленности, а там травки всякие. Ну, не совсем. Все-таки давайте так. Да, конечно, химической промышленности, но подавляющее большинство лекарств все-таки у нас изъято из природных источников. Ну, если мы возьмем, не знаю, антибиотики, это вообще в чистом виде природный. Конечно, есть синтетические, но мы все-таки взяли основу, посмотрели, как это работает и примерно прикинули, что можем сделать. Но большинство синтетических антибиотиков тоже грибы синтезируют. Ну, например, да. То есть тут как бы ничего нового абсолютно нет. Потом статины, пожалуйста, тоже грибковый препарат. Причем там невероятно интересная история, она мне очень понравилась, когда ели заплесневелый рис, вот такой, с красной плесенью. И у этих людей развивалась острая печеночная недостаточность. Они умирали, естественно. Ну, и врачи, когда их потом уже постмортум смотрели, выяснялось, что, ой, слушайте, а у них что-то такой хороший уровень холестерина. Прям ничего себе. Умерли здоровыми, что называется, да? И выясняли, что у них в печени, как выяснилось, у них не работает вот этот вот один из главных ферментов в цепочке синтеза холестерина. Мы его сами делаем. Для многих это открытие, но мы холестерин делаем сами. Он для нас критически важен. У нас из него гормоны делаются. Витамин Д. Да вообще все из него делаем. Мы состоим из него. Он просто фосфолипиды. Это вот как раз это холестерин в мембранах-то. То есть мы без него жить не можем. И как раз подумали, что, о, слушайте, а парацель же когда-то очень сильно давно говорил, что у нас все ядовитое, но если мы дозу снимем, то оно перестанет быть ядовитым. Может быть, попробуем? Попробовали, получились статины. Дальше, ну, пожалуйста, в токсикологии антидоты очень многие растительные. Ну, атропин. И опять же... Атропин – это белотон. Белотон. Белотон, дурман, красавка. Это та же белотон, да? Суна из истории Российской Федерации. В общем, все трапановые алкалоиды. Вот туда, в ту сторону. Это и, пожалуйста, у нас там... И что еще? Какие? Ну, в общем, гесциамин, например, да? Потом все стегмины, прочие вещи. Мы нашли много там чего интересного в растениях. И этими вещами мы либо спасаем человеческие жизни при отравлении фосфороганикой, даже бытовой химией. Либо, например, используем в ходе хирургической операции. Либо еще что-то. То есть масса применений для этого есть. Далее. Ну, те же сердечные гликозиты, пожалуйста, из Неперстянки пришли. Первые противомалерийные средства. Я не к тому, что сейчас все химия. Я к тому, что... А говорят, что все химия. Ничего подобного. Во-первых, все физика, да? Да, это люди, которые не знают проще химию. Думают, что химия – это плохо. Да. А я имею в виду, что... Даже, кстати, про тех же неандертальцев. Я что-то где-то читал, что они ивовую кору жевали, и она, в принципе, вот эта ацетилсалициловая кислота содержит фактически аспирин. Ну, не совсем так. Мы не можем сказать, жевали они или не жевали. Там есть, конечно, работы по пище, а вот по лекарствам растениям как-то не приходилось. Встречать это сложно определить. Но как только мы доходим до первых письменных источников, там действительно встречается, ну, например, мирт. Все-таки белая ива – это довольно такая из умеренных широт вещь. А вот миртовое дерево, пожалуйста, как раз в первых очагах цивилизации очень даже произрастало. И салицилатов там много. Ну, я как профессиональный зоолог ни черта не понимаю в потае. Нет, я к тому, что, да, были растения, которые содержали природные салицилаты. Но аспирин современный – это немножко не то. Это переработанная кислота. Сплошная химия. Потому что салициловая кислота, она едкая, опасная, разъедающая, раздражающая. А мы при помощи опасной химии сделали аспирин доступным и не сразу убивающим. Так что в этом и большой плюс. Химия может и, в общем, полезное делать с веществами. Так что мы действительно очень многое взяли из прошлого. Скажем, есть какой-то вот препарат современный, которому насчитываются сотни. Пять тысяч лет. Это самый вот из всего, что я пытался найти, пертусин. По сути, это чабрец. Ну, или тимьян. И вот он встречается в самом первом шумерском источнике. И как средство против кашля. Вот что важно. То есть в течение пяти тысяч лет это растение применяется именно по этому показанию. И оно есть до сих пор. Ну, я понимаю, что кашля это весь такая, проходит сам. Ну, более-менее эффективно, да, можно так сказать. Так что есть, есть. Медицина от этого ничего не отказывается. Другой вопрос, что понятно нам на сегодня. Желательно, конечно, чистые вещества. Почему мы можем управлять дозой? Мы можем, следовательно, управлять и прямым эффектом, и снижать риск побочек. Про побочки и прямые эффекты. И сейчас в среднем человек обладает более широким кругозором, да, чем в древности. Ну, не ко всем это применимо, но в среднем. И есть такая проблема, которая тоже достаточно давняя, называется ипохондрия, да. Вот у Джерома Кей. Джерома это было о том, что, господа, мы все безнадежно больны. То есть это болезни, которые человек сам себе придумал, так сказать, да, ну, психосоматической природы. И вот насколько эта проблема сегодня серьезная? Потому что я читал статистику прям большие проблемы с психосоматическими заболеваниями. Ой, мы сейчас намешали все в одну кучу. Да? Потому что ипохондрия это не совсем то. С современной точки зрения это может быть даже психическим расстройством, в том числе, то есть когда человек у себя... Одно из навязчивых состояний, когда он пытается у себя что-то найти. Подправляю, я псих. Нет, навязчивое состояние, это важно. Спасибо, не надо было так, я ничего не изменил. А если мы говорим о психосоматике, то в медицине под этим понимается немножко не то, что в быту. Потому что, как обычно рассказывают, что вот если вы там сдерживаете все эмоции, например, то потом это может проявиться в виде рака. Или там еще что-то, вы не поверите, на этом построена целая новая германская медицина. Ничего подобного. Есть такое течение, называется новая германская медицина. Она на этом построена целиком. Что вот все отсюда, и если вы как бы не даете себе, что называется, прорацию, у вас будет ангина. Или там женщина что-то не позволяет себе в плане секса, значит, будет воспаление яичников, бесплодие и прочие вещи. Ну, я так понимаю, это родом оттуда же, откуда истерика, да? Примерно, но не совсем. Это скорее, знаете, из представлений времен Эмпидокла. Примерно так тогда. И что получается? Что с точки зрения психосоматики имеется в виду тех расстройств, которые мы на сегодня так можем именовать в медицине, условно говоря, это неправильный термин. Это соматизация, например, тревожного расстройства. Это те явления, которые будут проявляться у человека, у которого есть реальная проблема именно в виде тревожного расстройства. Что имеется в виду? Что вообще тревожиться нормально. Мы так должны делать. Это хорошо, это правильно. Но если эта вещь навязчивая, если она существует полгода и больше, если она снижает хотя бы качество жизни, это уже проблема. И вот здесь, да, действительно, возможно присоединение, чтобы я не соврал, по-моему, по восьми органам. То есть это не только со стороны головного мозга будет. Ну, тут будет и головокружение, например, и прочие вещи. Это будет со стороны мышц, скажем, тремор, слабость. Это будет, да, вы сейчас все у себя это найдете. Это не означает, что у вас у всех тревожный расстройство. Сеанс магии. Да, если что. Именно поэтому в эту область очень тяжело забираться, потому что приходится делать кучу оговорок, все тут же начинают на себя примерять, что а вот, а вот, а вот. Нет, не а вот. Это именно должно быть навязчивое состояние, это должно быть компульсивная вещь в том числе, да, и так далее. То есть это куча оговорок должна быть, иначе тут бы все были больными сплошь. Но то, что эта вещь существует, это вполне реально. И лечится это, в общем, как бы это, опять же, странно не звучало, психотропными препаратами. А плацебо? А вот плацебо это мы не вылечим. Дело в том, что, видите, это... Есть же плацебо, которое не рассказывается, что это плацебо. Нет, не так. Не так. С современной точки зрения, ну, опять же, я понимаю, что их много, я придерживаюсь той, в которой говорится о том, что такое, в принципе, плацебо. Это позитивное подсознательное ожидание. И оно изменяет субъективное отношение к состоянию без объективного его изменения. Вот что важно. То есть все так же плохо, но вам хорошо. Вот примерно так. А если симптоматика является надуманной? А она же бывает. А это другое уже. Это уже другая вещь. Да, естественно, бывает надуманной, само собой. Но это другая вещь, да. То есть здесь потребуется психотерапия. То есть вам потребуется реальное вмешательство. Не обман. А реальное вмешательство. Например, достаточно просто, чтобы врач мне сказал, что ты здоров, иди отсюда. И я сразу... Вы знаете, далеко не на всех работает. Я пробовал. Да? Да. Некоторые прям говорят, нет, ничего подобного не прошло. Так что это разные ситуации. Если говорим о плацебо, то это вещь скорее исследовательская. То есть мы на сегодня плацебо не лечим. То есть у нас нет такого подхода. У нас есть четкая психотерапия, которая изучается, которую можно объективизировать, про которую есть исследования и прочие вещи. То есть да, это нормальный подход. Мы можем, конечно, пытаться обмануть человека, давая ему некую пустышку и говоря, что вот это в капле датского короля. Значит, точно работает. Ну, с точки зрения современной медицины, это неэтично. Это не вписывается в концепцию информированного согласия, который на сегодня господствует. Но, может, человек все-таки еще не совсем готов к тому, чтобы быть информировано согласным. А вот это приходится спрашивать. И самое главное... Ты не против, если мы тебе дадим плацебо? Вы знаете как? Некоторые, в общем, отказываются от информации о себе и говорят, что доктор, не сообщайте мне ничего. Но при этом, например, если он пойдет на операцию, ему придется подписывать эту бумагу. Иначе врачу вот так вот, да, просто открутят голову за это. И он должен будет пообщаться. И если вы когда-нибудь вот сейчас делали операции какие-либо, к вам приходил анестезиолог и рассказывал о том, что один из возможных исходов, вы не проснетесь. Или проснетесь во время операции. Вот. Да. А зачем это рассказывать человеку? Это же ужасно. Положено. Он должен... Вот еще раз. Это вопросы к тем, кто это придумал. Концепция информированного согласия. Вы учились в медицинском институте. Да. Вы сталкивались с синдромом второкурсника или... Третьекурсника. Он называется синдром третьекурсника. Ну, в общем, я лично нет. Ага. Но люди были, которые... Ну, вообще, такие в медицине должны быть. Вы понимаете, мы же должны вот так вот дистанцироваться, абстрагироваться, иначе не выжить. Да, это понятно. Я просто могу по себе сказать, да, мне всегда была интересна тема медицины, но я не могу смотреть доктора Хауса. Я один раз его посмотрел и нашел у себя все заболевания. Естественно, вплоть до средиземноморской болезни, которая у меня, в принципе, этническая предрасположенность должна быть. Поэтому каждый раз ты смотришь такой... Ой, как-то что-то вот... А симптомы-то прямо настоящие. Я понимаю. Если мы будем к себе прислушиваться, мы реально что-то там сможем нащупать, что называется. И именно поэтому нужно плацебо в исследованиях. Иначе мы все испортим. И должны быть именно ослепленные исследования. То есть пациент не должен знать, что он принимает плацебо или настоящий лекарство. Ну, а все-таки что делать, если человек вот приходит, и у него, ну, он не болеет, но он ощущает эту симптоматику? Психотерапия, еще раз. Я понимаю, что она у нас, к сожалению, в противозатержественном состоянии, но никаких других вариантов нет. То есть мы не можем его дальше обманывать. Мы можем, конечно, давать ему пустышки и говорить, что вот это вам поможет и прочие вещи, но так не работает. Это будет, конечно, такая посредная психотерапия, но это скорее будет вред для человека. Я тут, кстати, недавно с одним таким серьезным психиатром разговаривал, который такой прям большой человек, и он достаточно интересную мысль высказал насчет психосоматических симптомов. Он говорит, что если взять, к примеру, сердечно-сосудистую систему, то есть человек, постоянно у него мнимая гипертония. И в итоге это, в принципе, и выливается в гипертонию, поскольку все-таки есть прямая связь между мозгами и, собственно, сердечно-сосудистой системой. То есть человек может себя добить? Ну, человек, да, может. Он может, но прежде всего это, конечно, будет связано с хроническим стрессом. Скорее всего так, потому что опосредованно через кортизол, через надпочечники вот там будет запущена гипертония. Не то, что он себе ее надумает. Надумать себе гипертонии нельзя. Но загонять себя в такие рамки, то есть вести себя в состояние хронического стресса, реально, и да, действительно, это будет фактором риска. Тем более, что если он будет пытаться выйти из этого стресса при помощи курения, при помощи алкоголя, прочих психоактивных веществ, то вот вам, пожалуйста, все факторы риска мы вместе складываем. Он при этом не высыпается, он при этом много работает там, или еще там что-то в этом роде. Мы вот это все вместе и получаем все факторы формирования гипертонической болезни. Ну, сейчас за кадром много киношников и телевизионщиков. Я прям кожей чуть-чуть вздохе, понимаешь? Да-да-да, конечно, мы все умрем молодыми. Теперь вы можете не только увидеть наши подкасты, но и послушать их на всех аудиоплатформах, доступных в интернете. Ну, современная медицина, она, конечно, порой творит чудеса, да. И я, собственно, неоднократно был свидетелем того, что, ну, действительно, ну, еще лет 20 назад этот человек точно бы не выжил, да. Хотя вроде как бы это незаметно особо, да, что-то происходит, что-то новое. Но, тем не менее, если мы посмотрим, ну, вот, медицина 21 века, да, и медицина какого-нибудь 16 века. Сейчас смотришь, господи, какие дикие методы, да, там, прижигать труд на коже царя. И нет ли такого снобизма, что вот современная медицина думает, что она вот такая самая лучшая, и не пускает всякие замечательные, неофициальные виды медицины к человеку? То есть гомеопатия, какие-то иглоукалывания, эти вот дядечки, которые позвоночник разбивают молотком. Может быть, в будущем они будут на нас смотреть, как на дикарей? В общем, бы хотелось, чтобы нет. Именно эти дядечки, чтобы до будущего не добрались. Но вы понимаете, что как только медицина начинает зазнаваться, приходят пациенты и рассказывают, очень подробно рассказывают, что конкретно из себя врач представляет и куда он должен идти. И им за это сегодня ровным счетом ничего не будет. Это плохо, потому что врач, ну, все-таки, да, он должен быть, я бы не сказал, что прям другом, ну, хотя бы союзником пациента. То есть пациент не должен воспринимать его как врага. У них враг один. Это болезнь. И бороться с ней нужно вместе. Причем об этом говорил еще и Гиппократ. И он точно указывал, что если нет вот этого союза между пациентом и врачом, ничего хорошего не получится. А на сегодня такое, я бы сказал, потребительское отношение к медицине с одной стороны. С другой стороны, к ней такие требования, что вот, ну, вы должны спасать вообще все. Ну, давайте мы посмотрим. Мы действительно делаем невероятно много. Но мы, во-первых, да, конечно, мы не все заболевания можем диагностировать. Первое. Второе. Как бы это странно ни звучало, но все люди разные. А все исследования, все учебники, прочие вещи, они все-таки написаны, что называется, в среднем по больнице, причем с учетом морга. Поэтому сложно какие-то случаи, да, какие-то единичные, выпадающие, экстраполировать на абсолютно все человечество. Кому-то вот это лечение такое среднее, которое мы обычно применяем, оно не подойдет вообще. Ему не то, что не полегчает, ему хуже стать. Например. И это будет восприниматься именно как слабость медицины. Но это же неправильно. Именно потому что, да, если есть грамотный врач, то у нас есть, например, руководство по огромному количеству заболеваний. У нас есть куча систематических обзоров и прочих вещей. То есть мы все это собираем вместе, ранжируем доказательства и дальше смотрим. Смотрите, для большинства сработал такой-то подход. Потом чуть поменьше сработал такой-то подход. А еще для единичных случаев сработал вот то-то, то-то, то-то. Вот если мы все это по очереди попробуем, то есть эмпирика, она все еще рулит. Нам приходится пропускать это через опыт, через клинический, перекидывать на конкретного пациента. Вот тогда, да, мы можем найти ответ. И все-таки на сегодня мы спасаем гораздо больше людей, чем это было в 16 веке. Но, тем не менее, 20 век, как век такой расцвета медицины, и, собственно, на его заре была вот эта история печальная с Игнацем Зимельвейсом, да, который открыл внезапно, что если мыть руки акушером, то гораздо меньше рожениц умирают. И он встретил чудовищное сопротивление со стороны большой медицины, то есть научной медицины, которая его подвергла астракизму, всячески преследовала. И этот бедный человек, соответственно, скончался в одиночестве вроде в дурдоме, а потом выяснилось, что он единственную правильную вещь предлагал. У нас есть ли сейчас вероятность появиться такому Зимельвейсу? То есть человек, который действительно что-то принципиально новое придумал в медицине, придумал, наверное, сложно, да, но вычислил какую-то новую закономерность, препарат или что-то такое, и он не может пробиться сквозь стену непонимания. Ну, как вы понимаете, медицина, она должна быть консервативной. В том смысле, что мы должны применять в отношении пациента то, что проверено. И, естественно, есть некие устоявшиеся знания. Как только приходит кто-то, кто начинает говорить, что вот, а я знаю, вот там сильно за, ну, в общем, к нему начинают относиться для начала осторожно. И это правильно еще раз. Очень важно понимать, что это правильно. Я понимаю, что вот такие единичные случаи, они как бы наводят на мысль, что а вот, значит, в других случаях тоже так же, и все ошибаются. Та же гомеопатия, например, или там натуропатия, или там остеопатия и прочее. Если что, я на вашей стороне. Я не про это. Я имею в виду, что вот начинают это экстраполировать. Это так не работает. Просто потому, что если мы просмотрим вообще, в принципе, историю Земельвайса, то там, в общем, не все так четко, я бы сказал. Это во-первых. И во-вторых, там играли роль и некоторые другие факторы. Ну, давайте разберемся, что там произошло. Так, очень коротко. Да, действительно, он заметил, есть две клиники в Вене. В одной из них рженицы умирают в 10% случаев, во второй в 4%. И он очень долго не мог понять, почему. Вот он все пытался переменные свести в едино. Они похожи, абсолютно одинаковые. Вот там, чуть ли не через улицу. Но, тем не менее, к этому времени же уже было известно о значении микробов? Нет, нет, нет. Еще не было. Еще не было. Дело в том, что он даже понятия не имел, что могут существовать микробы. И никто вокруг тоже не знал, как он до этого дошел. А он понял, что разница только в том, каких людей учат в той и в другой клинике. В одной клинике учили студентов-медиков, а во второй учили средний персонал акушерок. В чем разница между ними? Студенты-медики ходят на вскрытие. То есть, если эта партия умирает, этот медик, студент пойдет ее вскрывать. И когда Якоб Колечко, это ее коллега Земельвайса, патолог тоже, он проводил вскрытие и укололся скальпелем ученика, и после этого умер с такой же клиникой, как умирали роженицы, то Земельвайс понял, что, о, в трупах что-то есть. То есть, в трупах яд. Некий. Какой, он не знает. И почему он выбрал именно хлорку? Она убирала запах. А он считал, что вот этот агент... Миазмы. Миазмы, совершенно верно. То есть, они пахнут. Если мы убрали запах, мы убрали и этот агент. Причем, что интересно, это же подтвердилось. Ну, логика какая-то в этом есть. Ну, логика в этом никакой, на самом деле. Он просто удачно выбрал хлорку. Если бы он взял что-нибудь другое, не обладающее антисептическими свойствами, не сработало бы. Но он выбрал хлорку для того, чтобы убрать запах. И вот это зашло. Но в то время были волнения в Остро-Венгерии как раз. И он поддержал венгерское национально-освободительное движение. И его по политическим мотивам из университета выгнали. Он уехал в Будапешт. И из Будапешта начал строчить письма своим бывшим коллегам, называя их убийцами. Ну, вы же понимаете, мягко говоря, это не всем нравилось. И поэтому его идеи, то есть они накладывались на личность, воспринимались именно так, что мало того, что он, так сказать, что-то там непонятное открыт, он еще и обзывается. И он вот это непонимание пропустил через себя. Да, не смог с этим справиться. И действительно закончил жизнь в психиатрическом стационаре. А сегодня есть шанс у какого-то нехорошего, плохо общающегося козла сделать публика для науки? Смотрите, я не исключаю. Тем более, что такое у нас было. Но это в обязательном порядке выяснится. Причем довольно быстро. Через два года после смерти Земельвайса мы разобрались, что существуют микробы. Это выяснил Луи Пастер. Потом Листер уже за Земельвайсом и за Пастером подтвердил, что вот карболовая кислота, она убивает вот те организмы, которые нашел Пастер, которые вызывают гной, которые и так далее, вот это все вместе. И тогда он поставил это на основу, на научную. И вот это уже было принято нормально. Что ага, так, ну да, так может работать. И вот мы получили действительно на сегодня антисептику. Вот таким образом. Это у нас похоже на историю с тем, как Германия потеряла шанс получить ядерное оружие, потому что Эйнштейн со своей командой их объявили, значит, физику ядерную объявили еврейской наукой, расово-нечистой, в результате чего все эти люди благополучно убежали в Америку и там развивали ядерный проект. Я вам даже совсем-совсем новую историю назову. Это хеликобактер пилори. Ага, это вот... Там была абсолютно та же история. Так. Один в один. Ведь, подождите, это была хирургическая патология. Язва – это хирургическая патология. Я учился в военно-мезонской академии, и там у каждой кафедры была своя гипотеза. Они все придерживались. Это на экзамене нужно было все гипотезы перечислять. Шесть штук, как сейчас помню. И проводилось хирургическое лечение. То есть, например, брали веточки блуждающего нерва и пересекали. И были там селективные ваготомии, дистальные ваготомии, проксимальные ваготомии. То есть люди на этом защищали кучу диссертаций. Давайте полюбопытствовать. Кислотообразующие функции желудка. А, то есть он стимулирует желудок на выработку кислоты. Мы перерезаем веточку, кислоты меньше. Вот так работали. То есть вот на этом уровне. Пожалуйста. И тут приходят какие-то два чудика и заявляют, что это терапевтическое заболевание. Вы офигели? Да. Какая язва? Вы вообще о чем? И вот до тех пор, пока один из этих чудиков не взял вот эту пробирку культуры, не выпил сам и не заболел мощным гастритом. Потом пролетел с антибиотиками и выздоровел. Он показал. Вот, видите? Я тетраду Коха выполнил. Дайте мне Нобелевскую премию. В итоге дали. Молодец. Что-то я об этом не слышал. Ну, у меня к вам остался последний вопрос, а потом мы перейдем к зрителям. Вы лично как относитесь к медицинским сериалам, особенно к «Доктору Хаусу»? Смотрите, к сериалам в целом хорошо, к «Доктору Хаусу» плохо. Здесь очень важная вещь. Опять же, я отношусь именно как к медик плохо. Я не оцениваю это с точки зрения, как это снято, как играют актеры. Может быть, там все хорошо. Не-не-не, я имею в виду, что вот как зритель, это потому, что Грегори Хаус – козел нехороший, или потому, что там неправильно показана медицина? Он искажает представление людей о медицине. И они думают, что вот так и бывает. Что существуют и оперирующие инфекционисты. Не бывает. Сразу предупреждаю. Это две очень сильно разные ветки эволюции врачей. Если он так действовал бы, я понимаю, что с точки зрения драматургии так должно быть. То есть он ищет в течение всей серии, в конце не находит ответ, и вот вам развяз. Он практически загнал пациента в гроб. Да. Перепробовав на нем, все. Так не работает. И мы так не… Естественно, так нельзя. Это ни страховая компания не одобрит, ни юристы, ни вообще руководство больницы и прочее. Это же гарантированная проблема вот такого масштаба. И хаоса выставили бы в первый же день. Он там не нужен. Но еще одна очень большая проблема с хаосом. Он создает впечатление, что редкой патологии много. Почему? Потому что он реально написан по клиническим случаям. То есть не просто так. Его реально писали по клиническим случаям. И причем это иногда даже помогало. Если помните, там была такая история с суставом. У которого был металл такой очень странный, сплав какой-то, который мог просачиваться в ткани, в кровь и отравлять человека. Такое, да. Так вот, точно такое же потом случилось у других людей. Они посмотрели хаос и сказали, о, точно, у нас такая же история. Но это были единичные вещи, как вы понимаете. Все, что он там делает, это редчайшие случаи, то есть клинические случаи. Но это кинематолога. А у людей создается впечатление, что вот так и есть. И мало того, у людей, которые это смотрят и потом хотят пойти в медицину. Они приходят в медицину, а тут, оказывается, нужно лечить простуды или бесконечных бабушек, или еще что-то в этом роде. И никакого тебе поиска такого невероятного. Не надо вламываться в дом к пациенту и там все переворачивать. И вот, оказывается, этого не разрешат, и это как бы не то. В общем, он так довольно основательно испортил и отношение медиков к сериалам в целом, потому что до этого были приличные. Ну, та же скорая помощь. А клиника как вам? Клиника, в смысле, которая... Скрафт, да. Это топ-1 вообще во всех рейтингах всех медиков. Потому что это вот так, как должно быть снято. Это абсолютная правда. Это так, как оно есть. То есть люди прям заморочились и сделали шедевр. Я бы так сказал. Вряд ли что-то может сравниться на сегодня. Причем, что интересно, это опросы проводятся и за рубежом, и у нас есть такие рейтинги составляются. И вот клиника там всегда на первых местах без вариантов. Именно потому, что они, понимаете как, они не сосредотачивались вот именно так вот на медицинской части, чтобы все это очень достоверно показать. Но вот атмосферу, как общаются в коллективе, как общаются с пациентами, что там происходит? Вот это все, какие бывают врачи, вот это все прекрасно показано. Ну что ж, смотрим клинику. Кстати, 6 и 7 апреля в Москве в МИСИС пройдет очередной форум «Ученые против мифов», на котором будет выступать Алексей Водовозов. Форум посвящен медицине. Называется «От гиппократа до примата». И вы можете посмотреть трансляцию. Не опоздайте записаться. Я передам вопросы в зал. Да, ребята, если у вас есть вопросы, поднимаем ручку, к вам подойдут с микрофоном и камерой, и вы сможете задать ваш вопрос. Алексей, спасибо за прекрасную лекцию. С удовольствием слушаем ваши подкасты, смотрим видео. Скажите, что бы вы могли пожелать подрастающему поколению? Как правильно вести себя с медицинскими студентами? Какие напутствия можете дать для молодых преподавателей? И, собственно, для подрастающего поколения, стоит ли вообще выбирать медицину в качестве всего жизненного пути? В общем, да. То есть выбирать, конечно, стоит. Просто потому, что нужно кого-то на смену. Естественно, да. То есть без этого не обойдемся. К счастью, все-таки есть люди, которые туда идут. Причем по призванию, что важно. Потому что, как мы выяснили, здесь призвание прям очень нужно. Другой вопрос, что нужно понимать вот все, что вы читаете в книгах про медицину. Их сейчас очень много. Все, что вы видите в кино, в сериалах, вот этого всего не будет. Скорее всего, в подавляющем большинстве случаев. То есть вы будете все-таки работать с некой рутиной. Это нужно понимать. Первое. И второе, самое важное. Вам нужно понять, в какую конкретно область медицины вы потом пойдете. Ну, просто потому, что я сомневаюсь, что кто-то поступает в вуз медицинский и мечтает стать участковым терапевтом. Ну, вот как ты таких людей не встречал. В основном все-таки мечтают о чем-то более таком, масштабном. Или, наоборот, узком, специализированном. И здесь вы во время учебы сразу можете понять, в какую сторону идти. Потому что на сегодня возможностей просто невероятное количество. Причем можно даже до вуза есть огромное количество проектов, есть огромное количество возможностей. Вы можете заранее прийти, что-то попробовать руками, посмотреть, как выглядят операции и прочее, прочее. То есть вот эта образовательная система на сегодня, она выстроена великолепно. Есть экскурсии, в том числе, скажем, в симуляционные центры. Такое было. Да, у меня супруга возила свой класс. Они в Рязань, правда, ездили. Но им там показали полностью великолепный симуляционный центр. И некоторые дети, которые собирались в медицину, они, в общем, решили, что нет, им туда не надо. А некоторые, которые не собирались, сказали, о, это прям наше. То, что надо. То есть это очень важно. Некоторые представления людей, они могут сильно отличаться. Первое. Второе. Нужен английский. Вот хоть режьте меня, но международный язык науки на сегодня английский. А лингва латина? Может быть потом... Ну, лингва латина, извините, у нас ее забывают все на сегодня. И вот как был тот новодел, давайте так, это все-таки не та лингва латина, которая была изначально. Слушайте, ну это же песня, там, мускулюс лангиссимус, люмборус, тарас. Да, 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 да. Или заклинание, скорее такое, да. Но, кстати, вот на фоне популярности Гарри Поттера могло бы зайти, между прочим. Но это нужно учить дополнительный язык. Еще один. И, в общем, конечно, это было бы интересно, с одной стороны. А с другой стороны, вы должны говорить с пациентом на одном и том же языке. А для чего раньше латын использовалось, чтобы пациент не понимал? Мне кажется, надо вернуться к этой пациенте. Не надо ничего понимать. И иногда очень сильно мешает. Но вы понимаете, что латынь, там очень много таких слов, похожих, скажем так, и пациент себе дальше надумает, что там у него за дура, матер, спиналис. Трупус безнадежность. А что? Да, что-то в этом роде. И поэтому нужно учить английский, потому что без этого никак. Вы окажетесь исключительно в таком очень узком спектре информации и не сможете отслеживать какие-то новые тенденции, понимать новости, читать специальную литературу. Без этого не получится. Далее, что в обязательном порядке нужно, это развивать кругозор. Вот опять огромная проблема. Огромная проблема. Начитанность низкая очень. И знания вот в любой какой-то области вправо-влево, они просто невероятно ужасны. И получается так, что с тем же молодым врачом, скажем, поговорить особо нечего. Один из вариантов того, как мы находим контакт с пациентом, мы на какие-то отстраненные темы начинаем с ним общаться. И в этом смысле, да, это очень сильно помогает, если у вас есть какие-то дополнительные знания по каким-то другим немедицинским областям. А ведь это такой неочевидный нюанс. Неочевидный нюанс абсолютно, но очень важный. Опять же, когда мы учились, нас не учили этики и донатологии вот так, как, например, сегодня. Сегодня, например, отдельная дисциплина, как общаться с врачом, коммуникативные навыки. Это сегодня прорабатывается, в этом большой плюс. И еще один очень важный момент. Нужно понимать, насколько вы сможете отсекать чужие эмоции. И вот это... Вот с этим очень сложно. Потому что все, что мы говорим о выгорании, например, оно как раз завязано очень четко на это. Сегодня люди очень быстро выгорают. Те, кто приходят в медицину, скажем, они могут сгореть лет за пять буквально. И это не от того, что они плохие. Они просто не умеют работать вот именно с этим потоком. А это же идет гигантский поток негатива в основном. Плюс неудачи. Далеко не всегда медицина успешна. Много неудач. И вот человек, если он не умеет от этого отстраняться, если он не умеет расслабляться, вставать над этой проблемой, то он в итоге сгорит. Причем очень быстро. Вы сейчас сказали про то, что если вы, значит, прочитаете какие-нибудь книжки о медицинской жизни, да, ну, собственно, мы уже обсудили сериалы, фильмы, то вы столкнетесь с совершенно другим на полях. И вот удивительно, ну, разве что клиника, да, как пример такой. А нет вот каких-нибудь книг, написанных врачами, которые прям дают полное представление о том, с чем ты будешь работать. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, я рос на книгах Джеральда Даррелла, Джеймса Херриота, и когда я попал, вот, например, в коровник, там просто Херриот. Даже спустя 70 лет ты просто понимаешь, что ты попал в эту книжку. Даже вплоть до приема каких-то трудных родов или лечения пореза родового. А вот медицинский такой лечения. Ну, если вы попадете в приемное отделение нашей больницы, то там примерно будет Адам Кей, будет больно. Вот он работал в государственной клинике в Великобритании акушер-гинекологом. И вот весь этот трэш он описал просто великолепно. Там реально трэш. Вы нас пугаете. Ну, а как вы хотели? Вы представляете себе приемник какой-нибудь центральной районы больницы? Я с ней там работал. Вот. То есть, вот там происходит именно то, что описано у него в книге. А если вы хотите что-то такое более возвышенное, но близкое к реальности, то это Генри Марш. У него есть шикарная книга. Как раз призвание. И плюс еще вторая книга у него как раз про... именно про работу врача вот с точки зрения человеческой. Когда и стоит идти, когда не стоит, к чему готовиться, чего не видеть и прочее. И есть еще такая очень тяжелая, я бы сказал, с одной стороны книга, с другой стороны очень нужная. Это пол колонити, когда дыхание застывает в воздухе. Врач, у которого был выявлен рак легких. Который, к сожалению, умер. Но вот до последнего момента он работал и писал эту книгу. Вот ее можно прочитать и посмотреть, как чувствует себя, который... врач именно, который не справился с собственной болезнью. Я не смогу такое прочитать. А надо. Если кто пойдет в медицину, имейте в виду, что такое тоже есть. Я когда-то вот был на полшага близко к тому, чтобы пойти в медицину. Я учился в РУДН, на подготовительных курсах медфака. И что-то в один прекрасный момент мне надо с людьми работать. За их жизнью отвечать. Я пошел к животным, ребята, всем пока. У нас вопрос, да. Алексей, добрый вечер. Знакомы ли вы с учениями... Ладно, не с учениями, а с методикой лечения, например, доктора Берга, с аутофагией, которую он так яро пропагандирует, с голоданием интервальным, да и, в принципе, с сухим практически голоданием, которым можно излечить онкологические какие-то заболевания? Это первый вопрос. Второй вопрос. Меня интересует вопрос о витамина Д. Неужели ли на самом деле такой дефицит у населения всего земного шара витамина Д потому что эта проблема даже во многих южных странах встречается? И не все-таки ли это какая-то пиар-компания лоббистов, которая на сегодняшний день просто пытается заработать себе кэша таким образом? Потому что я просто иногда солнечный удар получаю от количества выпитого витамина Д в день, там по 40-50 тысяч АМЕ. Вот. Спасибо. Начинаем с Берга. Ну, давайте так, как это не он придумал. Все-таки интервальная... Пропагандирует. Списывается на Ессенори Асуми, ну, тот, который получил Нобелевскую премию как раз за аутофаги, за ее открытие. Мне эта история очень нравится, потому что в 2019-м, кажется, году еще, то есть до... Нет, прошу прощения, в 2020-м, в начале 2020-го года, еще до того, как всех посадили на карантин, на ВДНХ прошел такой мощный, очень научный фестиваль, я бы так его назвал, «Здоровая Москва» он назывался. И туда понаприглашали всяких-всяких людей, включая Ессенори Асуми. Я там тоже был, выступал с двумя небольшими лекциями, модерировал одну секцию по кардиологии, а потом бегом-бегом побежал на лекцию Асуми, потому что я знал, что там будет. То есть там было шоу, натурально. Набрался полный зал, это огромный 75-й павильон, и вот самый большой зал был набит людьми, которых интересовало интервальное голодание. И после того, как Ессенори Асуми выступил, его стали спрашивать, «Вот, скажите, пожалуйста, вот вы все прекрасно рассказали про аутофагию, про дрожжи, а как же с интервальным голоданием? Сколько нужно голодать? 8 или 12 часов?» И вот он сначала так замялся и сказал, «Ну, вы же понимаете, я не врач, я вообще-то аутофагию описал на дрожжах, и далеко не факт, что все то же самое будет работать на людях. Поэтому давайте к следующим вопросам». Следующий человек подходит. «А вот как правильно выходить из интервального голодания?» А Суми так начинает мяться и повторять. «Ну, поймите, моя работа не была связана с диетологией вообще. Я вообще не уверен, что все это можно для человека. Я не специалист в этом направлении». Скажите, «После медицины». Третий, четвертый, пятый. Они все думали, что самурай что-то скрывает. Что он не хочет выдать им секреты. А на самом деле его просто поставили на это знамя, он об этом даже не в курсе был. Потому что сказали, «О, смотрите, голодание запускает аутофагию, аутофагию, аутофагию очищает клетки, значит, вот не значит. Вот буквально сегодня я прочитал об одном масштабном исследовании выборка 20 тысяч человек. Ну, там можно, конечно, докапываться очень долго и много. Это пока что не публикация в журнале, это доклад на Конгрессе. И там было интервальное голодание 8-16. И у этих людей оценивались разные параметры, включая кардиологическую смертность. Она у них оказалась на 91% выше, чем у людей в контрольной группе. Опа. Да. А 20 тысяч, между прочим, это не маленькая выборка. Это, да. То есть мы посмотрим, когда это станет публикацией. Но вот игнорировать такие вещи, это не первое, что самое интересное, это не первая публикация. То есть такие работы есть. Любую чушь начинают изучать, потому что любая чушь может навредить. И на сегодня все данные, которые у нас накопились, они довольно четко говорят, интервальное голодание вредит. Получается так. Я просто уточню, что для того, чтобы достоверно судить обо всем человечестве, которое представляет собой 8 миллиардов человек, достаточно, по-моему, проверить порядка 10-12 тысяч. Ну, тут смотрите, нужно считать статистическую мощность метода. Для всей России, я считал, репрезентативную выборку, когда-то 150 миллионов, это 8 тысяч человек. Ну, примерно. А здесь, тем более, при онкозаболеваниях голодать противопоказано. Подождите, это же та же история, что с лечением туберкулеза трутом. То есть, по сути, человек умрет просто от головы. То есть это даже напрямую просто противопоказано. То есть для онкологических заболеваний ни в коем разе нельзя. И если говорить... Заговор про витамин 3, про витамин D. Масаловский заговор там. Смотрите. Естественно, мы понимаем, что существует любой бизнес, фармакологический в том числе. И если его интересы пересекаются с интересами пациента, ну, всем повезло. А если не пересекаются, это проблемы пациента. Ни боли, ни бизнеса. И получается так, что да, действительно зацепились за эту тему, ее стали раскручивать и придумывать всякое новое. Ну, здесь есть несколько соображений. Во-первых, очень быстро почему-то отказались от Солнца. Если мы посмотрим международные рекомендации, ну, или национальные, многие, они вообще не учитывают Солнце. Ну, так не может быть. Не может быть, потому что у нас есть два четких пути. У нас есть пищевой путь. То есть мы получаем продукты. Да, там его, кстати, немного. В витамин... Ну, в чем? В печени довольно много, в сардинах, в селедке какой-нибудь, в скумбрии, в желтке в яичном. Ну, и так есть еще обогащенные продукты витамином Д, вот с ними еще можно. Но там немного получается. Основа все-таки Солнце. И начинают говорить, подождите, а у нас Солнца нет. Ну, в смысле нет. Вы посмотрите, а у нас есть зеленая растительность на улице? Есть. Значит, особых проблем с этим нет. И когда мы проводим исследования, учитывающие Солнце, то выясняется, что нам достаточно, вот в наших широтах, например, примерно 15-20 минут кисти и лицо на руки два раза в неделю. Все. То есть вот этого нам достаточно в наших широтах для нашего цвета лица. Действительно, с людьми негроидной расы все по-другому. У них, как вы понимаете, защитная есть среда и отражается ультрафиолет, и у них эти 15-20 минут превращаются в два часа в нашей широты. Ну, это да, это в наших широтах. И вот теперь это проблема, да, и вот это становится проблемой. Тут нужна коррекция, никто не спорит. Но, если мы говорим об обычных людях, то, в общем, хватает. Это же жирорастворимый витамин, мы можем его запасать, что важно. Нам не нужно его каждый день получать, и вот этот ужас, который происходит с витамином Д, он в основном, я бы так сказал, действительно существенно инспирирован производителем. Не то, что на 100%, но они подогревают эту вещь. И есть такой токсикологический прител, за который, ну, крайне не рекомендуется заходить. Это 4 тысячи международных единиц в сутки. Это прям считается, ну, вот прям много. А если мы сдаем анализ, то это, скажем, 100 нанограмм на миллилитр. Вот за этими вещами начинается токсичность. У витамина Д есть токсичность. Причем, что интересно, к сожалению, в том числе с летальными исходами, описано. Вот буквально недавно стал клинический случай. Так что со всеми этими веществами надо будет очень осторожно. Мне кажется, нам надо будет перед вот этим видео повесить дисклеймер, чтобы ипохондрики его не... А также представители фармпромышленности. Потому что уже я тут начинаю ожидать летальный исход просто от того, что смотрю на стакан воды. Здравствуйте, Алексей. Спасибо вам большое за лекцию. Приятно сегодня вас слушать. Расскажу вам чуть-чуть предысторию. Когда-то мы с моим товарищем разговаривали про алкоголь, и он мне говорит, ты не можешь со мной вообще говорить про алкоголь, пока не послушаешь водовоз. Я такой, ну ладно, послушал. Открыл для себя много нового. Всем рекомендую. И после этого стараюсь следить и за вашими лекциями, и за всем, что появляется, все эти... Но как-то этот же мой товарищ... И за рецептами тоже. И за рецептами тоже, да. Как-то этот же мой товарищ описал мне случай, когда он пошел к терапевту на прием, и ему порекомендовали определенные лекарства. После этого он пришел и сказал мне, слушай, но там... Это к вопросу о фармакологическом заговоре, что мне рекомендовал терапевт не самые эффективные лекарства, и отчасти какие-то гемеопатические. Так вопрос в следующем. Нужно ли обычному человеку, вот мне, например, или тем, кто не является врачом, перепроверять врачей, когда мы ходим к ним на прием и сталкиваемся с этим? Правильно это или неправильно? Я думаю, что правильно, просто потому, что у нас, смотрите, у нас сейчас по очень многим направлениям рекомендуется соблюдать некие меры безопасности. То есть там кибербезопасность, финансовая безопасность, там еще прочие вещи. Вот медицинская безопасность это одна из составляющих. В том числе это связано с тем, что, ну, далеко не все врачи, давайте так, высокого класса профессионалы. Первое. Второе, что у нас действительно существует промышленность, которая влияет на медицину. И это, ну, это глупо отрицать. Это по всем направлениям так, куда ни ткиньтесь, да, это везде есть. Конспирология, парадонс-лайф. В медицине, в общем, довольно четко прослеживается, но никто не отрицает, что существуют спонсированные конференции, там и прочие другие варианты работы с врачами. Это тоже нужно учитывать. Врач, он не обязательно будет из злого умысла это делать. Он может абсолютно искренне в это верить. Потому что ему рассказали, ну, какие-нибудь ведущие, там, опиньон-лидеры, что называется, академики, профессора, и кто он такой, чтобы им не доверять. Поэтому я бы сказал, что да, это делать необходимо. Другой вопрос, как? То есть, если вы, например, проверили, и у вас там есть лекарственные средства, то оценить их эффективность вы, скорее всего, быстро не сможете. Это довольно сложно. А вот если, например, вы посмотрели перечень, а там парочку лекарственных средств, а остальное биодобавки и гомеопатия, вот это можно вычеркивать, сразу все, абсолютно все, без каких-либо зазрений совести ничего сразу не произойдет. И подумать о том, что, а может быть, врача поменять, как варианты. Потому что, если вам начинают такое прописывать, не исключено, что, в общем, врач как бы с небольшим искажением. С одной стороны, с другой стороны. Я точно знаю ситуации, когда ту же гомеопатию прописывают. Почему? Когда пациент приходит к врачу, он ожидает, что ему что-то назначит. Плацебо. Не плацебо, а вот просто именно, что врач должен что-то назнать. Нет, а в гомеопатии... Если он ничего не назначил, это про хой врач. Да, написал гомеопатию, просто, чтобы он успокоился. Абсолютно верно. То есть это уже... Нет, не плацебо, это психотерапия. Хорошо, ладно, вот мы с Сашей в паре работаем, поэтому я не могу не подбросить ему на мельницу. Если мы внимательно изучаем препараты, которые нам прописали, мы можем столкнуться с эффектом ноцебо. Нет. начитаться противопоказаний и побочных эффектов. Нет. Еще раз, мы не читаем до такой степени. Все-таки противопоказания, побочные эффекты, вот это как раз читать не рекомендуется. Что рекомендуется читать? Это, во-первых, режим приема и совместимость. Вот это нужно читать в обязательном порядке. Почему? Потому что некоторые таблетки принимаются до еды, некоторые после, некоторые вообще вместо. что-то нужно запивать водой, что-то можно запить соком каким-то конкретным, а что-то вообще там, я не знаю, нужно просто под языком подержать, чтобы оно рассосалось. Это все будет указано. Ну, давайте обозначим, что в попочки лезть лучше не стоит. Не стоит, потому что человек немедленно начинает примерять на себя. И для меня, например, то, что там большое количество попочек, означает, что препарат хорошо изучен. Да, особенно там один из побочных эффектов внезапная смерть. Ну, вот как вы понимаете, кто-то проработал на науку. Да, на благо науки. Он как, понимаете, он не просто так умер. Он принес свою жертву на алтарь знаний. Это так утешает? Нет. И вы не имеете права это проигнорировать. Вот что важно. То есть вы должны как бы учитывать, что ничего себе. Это не просто так. Это добыто, в общем, чьей-то кровью. И вы, как любые правила безопасности, а не написаны кровью. Здесь то же самое. Если вернуться к разговору о фармакологической мафии, да, вот я для себя давно вывел такую закономерность. Как понять, что то, что тебе предлагают, является чисто маркетиковым ходом? Если с появлением данного препарата или услуги, или продукта что-то становится жутко вредным, что до этого никогда не было вредным. Ну, например, если мы возьмем в Москве, я как гидробиолог, человек, который очень много работал с водой, знаю, что здесь вода прекрасно из водопровода льется. И почему-то в начале 2000-х все начали убеждать, что вода в водопроводе, она жутко ядовитая, и при этом почему-то появилось очень много кулеров. А, ну, не знаю, я с лекарствами такого не вспомню, если честно. Ну, с лекарствами я не имел дела, но вот, например, кстати, тефлон, он когда стал жутко ядовитым, помните? Да. Как только у этого Дюпона истек срок лицензии на патент. Это был один из доказанных случаев теории заговора, который реально сработал. У нас еще вопрос. Алексей, спасибо за чудесный и интересный вечер. Я также хочу передать благодарность от тех ребят, студентов, будущих врачей, которые не смогли прийти по причине наличия дежурств в разных больницах Москвы. Вопрос такой. Все, что делает врач, он должен всегда делать в спокойном состоянии духа. По крайней мере, считаю, что так Гиппократ говорил. Как вы считаете, насколько это высказывание актуально сегодня с учетом всех регламентов, которые должен соблюдать врач? Это, например, 15-минутные приемы, выполнение каких-то месячных планов по количеству пациентов и тому подобное. Гиппократу в этом смысле было гораздо легче. Он был на содержании у города Афины. Так он еще и доместником Бога был. Это само собой, это даже не обсуждается, но он был на полном содержании у города Афины. То есть он мог себе позволить такие вещи, и он даже говорил страшное, что иногда можно лечить и бесплатно. Даже такое. Мы себе такого позволить не можем, да, то есть мы пытаемся работать за зарплату, потому что нас город не содержит почему-то. Это странно. И вот здесь, да, возникает, конечно, довольно много таких вещей, которые, мягко говоря, выводят из себя. Естественно, вся вот эта рутина, да, потому что когда я проходил, ну, и практику мы проходили на шестом курсе, например, и потом уже пришли в армию, выясняется, что там вот стопка вот такая вот, и с ней еще одна стопка, потому что это тетради учета, а это тетради учета тетрадей. И так далее. То есть там вот гора вот этой всей документации, которую нужно делать, и когда ты пытаешься понять, сколько у тебя обязанностей, ты понимаешь, что тебе нужны венерианские сутки. Ты всем ныне уложишься, ныне уложишься. А как-то нужно вот это все, то, что современным языком называется тайм-менеджмент, да? И вот тут, да, тут очень пригодится, конечно, система ранжирования приоритетов, что конкретно сейчас вам нужно сделать. И умение выстраивать вот эти приоритеты, они, в общем, появляются не сразу, к сожалению. Это тренируемый навык, и его нужно приобретать. Это прям очень нужная вещь. И если говорить о каких-то переключениях, то они тоже невероятно важны. Потому что, да, вы не успеете все сделать. Ну вот реально не успеете. Поэтому нужно сразу для себя определить, что конкретно с этим пациентом вы хотите сделать. То есть какие-то очень важные вещи. и желательно не делать так, чтобы вы постоянно смотрели либо в компьютер, либо в историю болезни, либо в карточку. Бывают такие ситуации, когда на пациента просто даже ни разу глаза не поднимают. Это, в общем, мягко говоря, тоже неправильно. Зрительный контакт тоже нужно устанавливать. Я понимаю, что времени мало, но все-таки стараться как-то и из этой ситуации выходить. С одной стороны, а с другой стороны понимать для себя, что вот такая работа, она будет для вас временной. То есть вы либо наберете баллы определенные для поступления в ординатуру, и потом уже пойдете в том направлении, где сможете себя реализовать как полноценный специалист, где у вас есть больше склонностей, где вы действительно принесете больше пользы. Вот если коротко, то так. Да. Ну вот мы вначале с вами вспомнили анекдоты про пожилого ветеринара, который пришел к терапевту и удивился, как все просто. А у вас далеко не все так просто. И действительно душевное состояние врача, наверное, очень важно, потому что даже ветеринарный врач должен подходить к своей скотине со спокойствием, которое ей и передается. А это вообще опасно, если у тебя 500-килограммовая корова с маститом, еще и первотелка, они очень нервные. Вот если ты к ней подойдешь на нервах, то можешь уехать на радугу после этого. У нас есть еще вопросы? Шосс? Алексей Витальевич, спасибо вам большое за такую интересную выбранную тему и подробное ее освещение. Может быть, где-то в продолжении предыдущих вопросов у меня вот вопрос, собственно, простите, за тавтологию. Если брать эту остеопатию, гомеопатию и прочее, 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 чтобы плодиться непрерывно, ведь они же публикуются в высокоимпактовых журналах, у них довольно известные конференции. Как это возможно в принципе в научном мире? Защита диссертаций, серьезные научные труды, высокий кол. Как с вашей точки зрения это можно объяснить? Ну, все-таки я бы не сказал, что они прям в КУ-1 публикуются, хотя такое тоже бывает. И оттуда все-таки отзываются временем. Потому что приходилось всякое встречать, да, действительно, потому что я писал как-то редактору одного из научных журналов международных, зачем вы это опубликовали, это чистая гомеопатия. А он мне ответил, что наш главред, он благоволит гомеопатии. Поэтому как бы у нас вот есть такая редакционная установка, что мы им не мешаем, мы вызываем общественную дискуссию и прочие вещи. Я, в общем... Общественная дискуссия в узкоспециализированном... Да, примерно так. Но если говорить в целом, то я, наверное, придерживаюсь той точки зрения, которую озвучивают сторонники так называемой научно обоснованной медицины. У нас есть доказательная медицина, evidence-based medicine, а есть новая какая-то такая, ну, не то, что это просто слово такое придумано, science-based medicine. То есть основанная на науке. И чем она отличается? Тем, что мы не тратим время, ресурсы и прочие вещи на научно необоснованные вещи. Гомеопатия не является научно обоснованной. Мы можем тратить туда гигантские деньги, мы можем действительно созывать конференции, мы можем там раздавать какие-то почетные звания, мы можем выбирать в Академию наук представителей гомеопатов, но от этого она не станет научной. Как бы мы ни крутились с 1796 года, ничего объясняющего ее реальную работу так найти и не удалось. И, мало того, на сегодня они начинают придумывать какие-то концепции энергоинформационные взаимодействия, голографические свойства биоплазмы и прочие вещи, которые откровенно пахнут желонаукой. Просто вот пахнут. Я понимаю, почему это существует, по одной простой причине, это бизнес. Все. То есть это деньги, причем довольно-таки ощутимые. Если учесть, какая там маржа, ну, в общем, понятно, что там они будут крутиться довольно большие и всегда посмотреть мировой рынок гомеопатии, он там так хорошо за 100 миллиардов долларов ушел, насколько я помню, последний раз. И по биодобавкам там уже в сотнях миллиардов долларов измеряется. И по прочим направлениям, то есть никто, естественно, не откажется от этого рынка, от этих заработков. Поэтому все это будет присутствовать. И поэтому и нужна вот эта самая медицинская грамотность, скажем так, населения, чтобы вы понимали, что, ну, вот, да, за этим у нас нет ничего, ровным счетом. Пусть они занимаются между собой, пусть там что-то друг другу рассказывают красивое. Мы не против. Ну, вот, как только они приближаются, скажем, к онкозаболеваниям или там какой-то хирургической патологии или к прочим вещам, ну, вот, не надо их туда подпускать, пожалуйста. Я так вспомнил недавно, потрясающая история была с каким-то специальным диетическим спортпитанием, распространяемым через сетевой маркетинг. Баночка стоила три с лишним тысячи рублей, а по составу это был обычный премикс для крупного рогатого скота. Это потрясающе, потому что, нет, там фреда от него нет, это действительно полезная штука, только стоимость вот этой банки на самом деле 10 рублей. Они за 3 тысячи продавали. Но ведь покупали? Я так... Покупали. Я так подумал. Думаю, зря меня родители воспитали порядочным человеком. Вы знаете, я себя уже неоднократно на этом ловил. Что если бы я пошел в шарлатанство, то я был просто неотразим. Не было желания как-то, да? Не, ну у вас харизма, вы еще плюс бэкграунд медицинский, что мы-то епарику, я бы точно смог. Выражаем огромную благодарность порталу Антропогенез, лаборатории научных видео и лично Виталию Краусу, а также каналу Твой Игровой и его автору Филиппу за неоценимую помощь в поддержке нашего канала. Ну что ж, Алексей, большое вам спасибо. Я получил массу удовольствия, я думаю, наши зрители тоже в восторге. Надеюсь, мы с вами не в последний раз беседуем. Нам осталось с вами провести небольшой автограф-сессию для нас, тут плакатики подписать. Ну а с вами мы увидимся в следующий раз. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Ага. Без какой-то специальной надписи просто, да? Ну, как считаете, нужно. Можете нас проклисть. Нет, ну, здесь. Спасибо.